Всем привет, ребят! Сегодня мы поведаем историю леденящую кровь, а именно покупка Skoda Superbo 2014 года выпуска на автоматической трансмиссии 0.9G. Как зная и смотря, в принципе, видосики по каналу, вы понимаете, что на 0.9G есть проблема, на 1.8 Turbo, когда между 3 и 4 появляется пробуксовка, на 3 букс с ударом 4. Вначале он небольшой, нет, вначале вообще появляется пиночек. Небольшой такой затык, 3 и 4, это звоночек к капитальному ремонту. Далее пробукс небольшой, потом просто тахометр упирается в отсечку, и коробка перестает переключаться в принципе. Так у нас пробег, 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 142 тысячи. Гороблок живой, кстати, 100%. Сейчас будет, да, сейчас, 3 и 4. Опа! Да, в одном месте порван Поршин. Пойдем? Прекрасная коробка, просто неубиваемая, на ней можно ездить и ездить. Он хотел что-то посвежее себе приобрести и клюнул на объявление о том, что, опять же, слезно ездила женщина, ездила бабушка, все мы следили и так далее. Перешит салон, то есть у нас вместо обычного стокового потолка алькантара, по кузову она идеальна, смотрите какие колесики, она действительно очень хорошо выглядит на тонере. То есть, такая аккуратненькая суперба получилась. То есть, визуально она производит приятное впечатление в принципе. И внутри, и снаружи. По салону никаких затертостей и так далее. Но, опять же, мы не обращаем внимания на трансмиссию. У каждой коробки есть свой определенный ресурс. Бомба замедленного действия заложена уже изготовителем. То есть, никто вас там не пытается надурить, специально поставить поршень в пакет К2, который проворачивается и порвется и так далее. Это просто заводской конструктив, заводская недоработка. В этом случае мы, кстати, будем дорабатывать опять трансмиссию. Все же надо ездить на ней хотя бы пару лет. Хотя бы. И предыдущий владелец тоже должен порадоваться. То, что у него усиленное железо будет. Единственное, то, что мы не будем производить ревизию гидроблока. Потому что, если поменять здесь поршень К2, то есть при капитальном ремонте железа, все это усилить. Плюс к этому поменять гидроблок. Это нынешний бюджет, нынешняя финансовая обстановка у всех. Плюс, если все делать по фэншую, гидроблок, бублик, железо. Это можно перевалить вообще за 100. За 120, за 130. За снарядов вы очень много присылаете, где вы перебрали коробку за 140 тысяч и ничего там внутри не поменяли. Это нормально. Знаете почему? Потому что нет видеоотчета. Как вы докажете, что там меняли, а что не меняли? Видеоотчета нет. Нет никаких доказательств. Так а снаряд моя дочка может распечатать за 5 минут. Филькина грамота, я имею в виду. Если видно, что касаемо ставили, а не просто предоставили запчасти, которые якобы поменяли, все это не имеет смысла. Без видеоотчет. Видеоотчет, когда, например, мне меняют экран телефона. Чувак говорит, что экран телефона стоит 8 тысяч рублей. Я его поменяю, не китайский поставлю и так далее. Я ему GoPro даю, говорю, ну ты зафиксируй мне, и тогда за услугу получишь денежные средства. По-моему, это по-честному. Кто-то на это не согласится, кто-то на это согласится. То есть, если человеку скрывать нечего, он действительно поставит то, что нужно, он это зафиксирует на видео. В этом нет ничего потустороннего. Нет вмешательства в частную жизнь, потому что будут фигурировать его действия. А не он сам, он не будет в это время записывать влоги. То есть, важно понимать, либо присутствовать при капитальном ремонте, либо же давать оценку, исходя из видеоотчет. Никто на это не согласится, так что на это мы забиваем. Так вот, история какова. Он, естественно, купил данный автомобиль. Идеально он по коробке переключался. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Исходя, ну, перед этим, так как у него была Opel Insignia TF80, естественно, видео по поводу третьей и четвертой на 0.9G 1.8 Turbo не смотрел. Что это Skoda Octavia A5, Superbo, Passat B6 и так далее. Приобрел, две недели отъездил и появился пробукс между третьей и четвертой. Но самое интересное, он был у предыдущего владельца уже. То есть, с косяком продавал, либо без. Здесь можно предполагать, что да, предполагать, что нет. Только предположение. Но важно точно понимать, учитывая, какая здесь жидкость в коробке, ну, может быть, была частичка, но она была 1100 назад. По одометру 140 тысяч плюс. Визуально по автомобилю, именно по днищу, мы как в андеграунде, мы только способны оценить автомобиль, его обратную сторону. Вот по обратной стороне можно много что сказать. Подтеки, попытка демонтажа и так далее. Здесь, слава богу, этого нет, никаких подтеков, попыток демонтажа и так далее. И, скорее, единственный нюанс, она внизу выглядит, как будто отъездила 1180+. Ну, под 200 тысяч. Как раз вот эта проблема К2 и начинается. Проблема конструктива у 09G на 1.8 турбо. И что можно сделать? Вот сейчас самое основное могу сказать. Если небольшой пробукс есть, при продаже автомобиля могут занулить адаптацию с помощью Ваккома. Она какое-то время может не пробуксовывать. То есть не будет пинка между 3 и 4. Какой-либо промежуток времени. Как раз продавец может переехать в другой город, либо сломать симку, заблокировать нынешнего пользователя автомобиля. То есть вопрос только в том, был ли у него этот косяк. Но он наступает нерезко. То есть в начале предпосылки удар между 3 и 4, а потом пробукс. Начинается. Ну то есть пробуксовки начали минимальные, потом большие. Потому что поршень рвется постепенно. Он отслаивается. Которую мы будем в подробностях сейчас это рассматривать. Опять вы скажете 0.9G, опять эта трансмиссия. Ну в смысле опять. Если человек купил уже, исходя из кучи видео на эту тему, но он все равно покупает данную трансмиссию, зная, что тут косяк. Объясняю вам почему. Когда вы покупаете, понятно, что сторговаться на капитальный ремонт как-то сложновато, но это возможно. То есть на 150К сторговаться хотя бы на 80 в нижнюю планку капитального ремонта. Ввиду того, что человек же попадает, когда покупает. 100%. Детские болезни есть у всех трансмиссий. Важно понимать, когда вы покупаете автомобиль, вы должны знать, какие вас ждут недочеты. Потому что, опять же, проблема с проводкой у некоторых начинается. Они меняют гидроблоки по 40 тысяч рублей. Только им там их не меняют. Проводку восстанавливают за 500 рублей и берут 40 тысяч. Сплошь и рядом такие ситуации. Одни и те же. На одни и те же грабли, как говорится, мы попадаем. Предыдущий владелец мог сбросить адаптацию на время. У него были наверняка пинки между третьей и четвертой. Но это не точно, как говорится. Но за две недели это произойти не могло. Он бац, раз и расслоился. Никаких предпосылок, ударности при этом нет. То есть такого быть не может. Были обязательно предпосылки. Поэтому отслеживайте на данных автомобилях третью-четвертую передачу. И понижение между пятой и четвертой. По поводу стоковости пробега. Все всегда можно визуально увидеть по трансмиссии. В каком состоянии алюминий, окислы и так далее. Плюс к этому блок управления коробки запоминает. И другие блоки управления. Если там, конечно, не почистили и вас не окутало гипнозом алькантара и так далее. Важно здесь запомнить. При обкатке автомобиля. Любого. На автоматической трансмиссии и так далее. Бывает так, что пока у чувака есть пинки. Он может обнулить адаптацию. К примеру, манипуляции с помощью компьютера. Который стоит максимум 1000 рублей. Со знакомым чуваком, который в этом деле шарит. И временно ударность переключения может пройти. Временно. Поэтому важно отслеживать, в каком состоянии жидкость. А вот эти вот коробки. Ну, если даже стоковый пробег там 140-150 тысяч километров. Один владелец. Все в идеале. Здесь, кстати, два владельца уже. Получается, он третий будет. Мой подписчик. Даже если все идеально. То вы должны понимать. Детская болезнь, она неминуема. До 200 тысяч километров. Это огромное исключение, что это не произойдет. Огромное исключение. Так что давайте мы начнем разбирать данный автомобильчик. И посмотрим, что да как. И капитальный ремонт вещь не то, чтобы сложная. А здесь очень много позиций утаивается. А именно. Первое. Если сделать по максимуму с резкой гидротрансформатора. С заменой гидроблока. То мы бюджет у нас 120 тысяч плюс. Получается. Это 100%. Потому что ремкомплекты, комплект поршней уже очень сильно все подорожало. И масло в том числе. Далее. При капитальном ремонте, когда возьмут эту сумму. Есть ли процент того, что эти позиции по этим позициям не пройдутся и не поменяют? Конечно. Плюс к этому здесь нет отдельного радиатора охлаждения. Здесь маслоохладитель. Ну иначе ему нужно уделять время. Но могу открыть небольшой секрет. Коробки начинают греться. Не потому что они сами по себе начали греться. И ничего не происходит плохого. А потому что они начинают неверно работать. У них локальный перегрев внутри возникает. Поэтому, исходя из датчика температуры, она валится за 115-120 градусов. Это уже косяк внутри трансмиссии. Плюс к этому загаживается маслоохладитель. В 99% случаев после 150 тысяч. Потому что никто не меняет жидкость. Никто не следит. И так далее. Вопрос. Как это проверить? Вы поездите на автомобиле в обязательном порядке. Мерьте температуру. Если она свыше 150-110 градусов, коробка работает не в стоковом режиме. Она все время в горячем состоянии работает. И офигевает внутри. Соответственно, все это изнашивается гораздо-гораздо быстрее. И капитальный ремонт гораздо быстрее наступит. И будет стоить больше. Но я просто не понимаю одного. Есть куча видео по этой третьей и четвертой. Но, опять же, мы в той же ситуации, как и всегда. Это режим сам себе автоподборщик. Не контора автоподбора, а режим сам себе автоподборщик. Даже когда если обратиться в контору автоподбора, у нас получается то, что тот чувак сбросит адаптацию. Временно третья и четвертая будут стоково работать. Но уже поршень начала отслаиваться. И, как говорится, а-ля улю гони гусей. То есть, как мой учитель математики говорил, не знаю, правда, к чему, что это все произойдет. То есть, автоподборщик сам не будет виноват. Он будет виноват в том, что он взял за автоподбор 35-40 тысяч и потом отвалилась коробка. Это естественно. Но он продиагностирует. Ошибок вроде как нет. Коробка ведет себя штатно. Но у любой трансмиссии есть ряд детских болезней. Помните, как на автомобилях Hyundai Kia шести ступках? Помните, мы рассматривали? Это при определенных условиях, определенном пробеге и определенном годе выпуска. Если человек вооружен этой информацией, для него это... Капитальный ремонт будет прогнозируемым и максимально дешевым. Если он не вооружен этой информацией, то он доездит до такого упора, что... А, еще плюс к этому. Не купить ли контрактный узел? Сами знаете, что внутри контракта, внутри перебранного. Кто вам туда ставит доработанный поршень и доработает пакет К2? Это невозможно. Максимально могут что сделать? Поменять этот порванный поршень и остальное все старое оставить. Она будет ездить. Она будет переключаться, более того. И сейчас стоковый бушный поршень за 500 рублей купить. И пересобрать ее, все будет переключаться, все будет ездить. И будет нормально делать. Правда, тысяч через 50-60 начнутся косяки, если не усиливать. Но так как мы собираемся два года отъездить, и мой подписчик, он честно, вот продавая свой предыдущий автомобиль, он честно сказал владельцу, там нужно поменять гидроблок на TF80. То есть абсолютно прозрачно обошелся со своим покупателем. Покупателем своего автомобиля. Но того же самого, наверное, по карме, ждал он от владельца Суперба. Предыдущего. Ну, к сожалению, точно сказать нельзя, знал он об этом или нет. Но косяк это давнишний. То есть это поначалу нарастало. Третий, четвертый пинок, с пятый на четвертый удар. И он прекрасно знал, что она греется. Более того, он наверняка, по большей части люди начинают при таком пробеге продавать. Их очень много. И Суперб, и Шкода Октавия А5 150-200 тысяч километров пробега. Даже не в скрученном состоянии. Вопрос только в том, чуваки 85% знают, что там отвалился пакет К2. И вот этот косяк произошел. И надо машину по-быстрому скидывать. Вот. В этом вся ситуация. Давайте ее рассмотрим поподробнее сейчас. Перед тем, как... Оператор, оператор. Ну, она, видите, покрыта и пленочкой, всевозможной, и жидким стеклом. То есть, по кузову-то она вкусная. И у нее, по ходу, конъюнктивит небольшой есть. Ну, заморочились с ее, так сказать, гетейлингом. Гетейлинг, это, конечно, хорошо, но мы-то с вами, ребят, занимаемся фундаментальными вещами. Так вот, видите, и потолочек. Алькантара. Ну, вообще, прикольно, да. Прикольно сделано, приятно находиться в автомобиле. Но, опять же, пускай вы купите стоковую машину, без всяких наворотов, и с небольшими косяками по кузову, ну, трансмиссия будет в нормальном состоянии. Ну, вы меня понимаете. Вы обязаны знать, покупая, продавая, какие вещи происходят с коробками. Тем более, очень и очень много сейчас информации. Интернет всему голова. Будем ее разбирать. Посмотрим, что тут с жидкостью. Ну, вы сами понимаете, тут наверняка все достаточно плохо. Менял я частично, менял. Да все меняют частично. Кстати, надо за новой головкой съездить на 17. Потому что, мне кажется, что, ввиду того, что моя изношена, как бы не разбить плоскость дисков. Терпеть не могу, когда диски в идеальном состоянии. Приходится головки покупать. Да ладно, я шучу. Чтобы не разбивала эту поверхность, у меня уже подразбитая на 17 голова, чтобы вот эта плоскость тоже в идеальном состоянии осталась. Потому что здесь это делали аккуратно. Эта аккуратность нужна была еще с трансмиссией. Давайте посмотрим. И щуп не закручен. Вообще. То есть, на полтора-два оборота. Ну, нормально. ничего. Щуп, если закрутить до упора, он не откручивается на 10 оборотов. Но, что-то мне кажется, по трансмиссии здесь жидкость не меняли. Даже частично. Потому что все слишком штатно открутилось. Так, давайте выкрутим щуп. Выкручиваем, выкручиваем. терпение негролтолуол. И вязкость. Понимаете, ребята, вязкость. Когда масло изнашивается, вязкостные характеристики идут в пизду. Соответственно, видите, еще есть небольшая вмятина синусоида. Ну, вот вам как бы показать. Не знаю, так будет видно. Ну, да, видите, кривоватенький. И главный удар прям, где фильтр стоит. Вот сюда. Самая низкая часть. Хотя здесь стоит защита. Мне подписчик такой говорит, да это защита где-то ударился. Да нет. На защите тут нет ничего. Тут нет никаких косяков на защите на правой стороне. Может быть, был удар сюда по ребру жесткости. Потом перешел сюда. Но это было настолько давно, что, видите, здесь грязь еще 15-го, 16-го года есть. К чему я? Осматривайте алюминию трансмиссии. Видите, насколько коробка окислена, ну, в грязном состоянии. Даже если ездить без защиты, благо герметик вот штатный, розовый, вот он. даже если ездить без защиты, таких окислов в 140 тысяч, ну, вряд ли. Под 200 тысяч здесь пробег. Под 200 тысяч километров. Так что, наши штузы потеют, передний левый сальник. Да. А, и кто-то потерял. Вон там была заглушечка. Мелочи. Дьявол кроется в мелочах. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ребята, это очень важно. Это мотивирует. Мотивирует к правильным действиям. Опять же, ради вас стараемся хоть что-то привнести в этот мир положительно. Поэтому удар здесь был капитальный. В это место. Вот. Это меня напрягает. Любая ударность по коробке, видите, гнутый поддон, вы подумайте. Хорошенько. Как там? Что? Понятное дело, кто-то скажет, что коробку можно уронить, ничего не будет. Так вот, отысло алюминия под 200 тысяч свидетельствует. То есть, старина. Старина. Масло. Негрол. Снимаем поддон. Ну, нет, мы поддон сейчас снимать не будем. Мы будем подготавливаться к демонтажу трансмиссии. Снимать колеса, вынимать шрузы, вынимать опоры, вывешивать двигатели с коробкой и придется ехать за головкой на 17 за новой. В пластиковой такой оплетке, которая не бьется по плоскости диска, потому что на монтаже плоскости, знаете, как разбиваются. Просто жесть. если на полный газ откручивать гайковертом, слишком сильно там нажать, то все это расфигачится. А диски жалко. Так вот, вроде как пытались ухаживать, но этого все равно недостаточно. Жидкость вы видели. И плюс этой жидкости, она не горелая. Если бы она была горелая, то стопудово на этом косяке он ездил не то чтобы в пол, а очень и очень интенсивно. Если бы постоянно горел бы пакет на постоянной основе. А здесь почувствовали косяк и попытались продать. И успешно продали. Так что такие вот, ребят, дела. Главное, жидкость нагорелась. Да, пускай она будет черной, темной, загаженной, но нет никакого запаха, кроме запаха старины. Пробка, кстати, открутилась штатно. Поэтому мне вопрос вообще в принципе по болтам здесь что-либо когда делалось, наверное, вряд ли. Главное, чтобы вот эти болты были без следов. Так, разборка идет полным ходом, но не такая разборка, как в 90-х. А демонтаж всяких деталюшек. Вот смотрите, какие проставочки здесь. Я к тому говорю, надо постараться вообще ничего не поцарапать. Разбирается она легко и просто. То есть тут кон не валялся, в подвеске. Как обычно, кувалда, велкам и так далее. Хочется вам показать одну тему, как всегда. Видите, где блок управления коробки находится? И, походу, его никто никогда не скручивал. Это очень хорошо. Почему он находится за подкрылком? Ну, так вот его расположили. Хоть свадьбин ауди-групп подумал насчет экономии места под капотом. Поэтому, сами понимаете. И вот этот жгут проводов бывает, что перетирается здесь, а потом провод перетирается, аварийный режим, вы обращаетесь за ремонтом. Вместо того, что взять 500 рублей и спаять проводок, они люди на самом деле делают. Но потом берут как за гидроблок 1050. Ну, прикиньте, да? Хороший заработок. Сделать за пятихаточку, там проводочек спаять, ну, то есть, бесплатно. И взять полтинничек. Демонтировали полностью подкрылок, все чики-поки. Здесь все нормально, все разбирается. И по поводу шрузов, внутренние шрузы на 0,9G, 0,9M, 0,9K всегда херово выходят. И поэтому здесь обычно суют монтировку, плазменным резаком все это разрезают, чтобы вынуть их. Поэтому, ребят, нужно все это промачивать жидким ключом всегда и подстукивать их. И они потихоньку выходят. Бывает так, что на шрузы тратится порядка суток, но есть долбоебы, которые расхерачивают всю коробку, там все в трещинах становится, туда засовывают монтировки и так далее. Имейте в виду, что непросто поменять сальник приводного вала. Далеко непросто. Сейчас в данный момент шрузы вынулись идеально. Видите? Идеально, идеально и бесследно. И видно, что давным-давно потеет передний левый сальник приводного вала. Соответственно, так сказать, трансмиссию не обслуживали и сальники мне не меняли. Хотя он потеет там 20 грамм в 10 лет. Ничего страшного в этом нет. И, как мы видим, почему она грязноватая такая трансмиссия, Дефикова знает наверняка. Это стопудово ездили, знаете, грунтовки есть. В Московской области дохрена глины, глиняных грунтовок. Вот этот, вот она, вот она. Здесь грязь 15, 16, 17, 18, 19 года. Ну, вообще, я ожидал, что-то на смеси здесь будет почище. Поэтому мне вот напрягает, то есть, что-нибудь, постройкам ездили или что. вывесили двигатель и если не прилагать усилия к тому, что искать информацию по трансмиссии, что может быть, что не может быть по ней, то в любом случае человека ждет капитальный ремонт. Потому что нормальную коробку и нормальную тачку зачастую не спешат продавать в принципе. А когда начинаются косяки, вот тут тогда уже и продают. Кот в мешке это касается кузова, юридической частоты и автоматических трансмиссий. Мы всегда затрагиваем с вами узкую специализацию это автоматические коробки, с помощью которых мы должны узнавать и реальный пробег и не попадать на капитальный ремонт. Я вот одного не могу понять. Ребят, почему? Кто тебя выдумал автоматическая коробка? Пыльная однако ж. Ну, визуально тачка, наверное, ездила по грунтовым дорогам, по дорожке грунтовой. Блок управления в таком месте находится. Мне всегда это напрягало. Кстати, она чешская. Чешская девочка. На Т начинается у нее вин-код. И нет вин-кода дублера. Как бывает, да? Там на Х и вин-код дублер чешский. Вопрос такой. Здесь существует... Вы же любите всякие там схемы слушать, как вы там схемы перепродажи автомобилей объясняют, что там по кузовщине что-то отретушировали, что-то перепродали. Так же бывает с автоматическими трансмиссиями. Это нужно иметь в виду, в виду того, что необходимо смотреть коробку. Сколько раз это было говорено, но чувак купил, но не обратился за диагностикой. за халявной диагностикой для подписчика, потому что он обслуживал регулярно инсигнию. Ну ладно, что ж поделаешь. Я ему сочувствую в этом. Но это проблема всеобъемлющая, которую ждет каждого к 200 тысячам километров. Вопрос смотрите какой. Первая схема. Тачку отдаете, коробос где будет ремонтироваться? Например, коробос сняли и отвезли к какому-то чуваку. Тот чувак взял 60 тысяч, с вас взяли 130. Просто тупо чуваки установили коробку. Далее вы всего даете 130 рублей, те вкладывают 60 в ее переборку, 70 себе забирают, установив трансмиссию. Схема 1, схема 2. Поменяли только поршень, который порван. Только поршень, без резинок, без нихера. установили, тачка тоже ездит. Год проездит, и то хорошо, 1030 нормально, 50 это вообще идеально. Это второе. Третье, это третья схема, когда и то, и другое дает трещину. Оговорили одну цену ремонта, 60, либо 70, либо 80. Мне кто-то пишет, я нашел подешевле и побыстрее. Ну, то есть, то есть, пиздец. Это выбрал из множества путан ту, которая блядь, все знает и все это сам. Такого не бывает. Подешевле, побыстрее, такого не бывает. В принципе, у нас в менталитете, в экзоскелете и в генетике это не заложено. Могу сразу вам сказать, это просто вот не заложено то, что вы мало кто подписываетесь и мало ставите лайки. Вот и получается ламповая аудитория и то я своих подписчиков вижу, вижу с ними, нахожусь, хотел сказать, в связях, нахожусь с ними в контактировании, в информационном, то есть, они иногда пишут, держат обратную связь и так далее. Есть также люди, которые хотят подешевле, побыстрее, это для них вот третья схема. Отдают тачку, обещают там 60, а потом это 140. Ну, коробка разобрана, то есть, тачка, она еще не разобрана, вот ее разобрать на столе, как мы с вами любим делать. Мы с вами эту схему не любим делать, я имею в виду, мы просто любим разобрать это на белом столике, на нашем. Белый стол, он такой винтажный, мне он нравится. вместо там 60-80 по факту такой с вас 140, а договаривались на 60, либо на 70, либо на 80, это средняя цена, это схема 3, то есть, первая схема, отдаем коробку хер знает куда, ну, то есть, вы тачку отдали, в принципе, вам же по подавляющему большинству все равно, да, кто ее будет чинить, там, рапшаны, либо же еще кто-то, отдали тачку, отвезли коробку, схема номер 2, поменяли только резиночку одну, вложив в коробку 500 рублей по запчастям, а вы заплатили за запчасти 50 тысяч, а вложили 500 рублей в запчасти, 50 тысяч и 500 рублей, схема номер 3, сказали 60, потом это 150, просто плюс 90, при третьей схеме это делают в одном месте, при второй схеме делают тоже в одном месте, при первой схеме везут коробку в Ново-Ебенево, здесь, чтобы не попадать на эту тему, нужно знать детские болезни трансмиссии, видео очень много на канале, бесплатные информации, что самое основное, бесплатные, мы не кнопочки обозреваем, не расширение, вот видите здесь какие так сказать приблуды стоят, чтобы колею, так сказать, как-то изменить, все это прикольно и хорошо, человек заморачивался и вкладывался в машину, но, есть одно но, когда все это началось, третий, четвертый, небольшой пинок, он еще почитал об этом, что это 0.9G, 1.8 Turbo, может быть, даже посмотрел видосик, и правда не учел одного то, что он моему подписчику продает данный автомобиль, мало золотних, да дорого, то есть, понимаете, аудитория, пускай маленький, мне человек такой сказал, да на тебя никто не подписывается, у тебя аудитория настолько маленькая, поеду, я отремонтирую за 60 тысяч коробку, в итоге у него получилось 150 и месяц ремонта, представляете, то есть, месяц перебирали такую трансмиссию, то есть, обосрав, приехав, обосрав, уехал и отдал 150, мгновенная карма, ну ладно, я ему сочувствую, на самом деле, надеюсь, у него все будет хорошо, желаю ему, что все же починят ему там трансмиссию, без видеоотчета, без ничего, потому что неизвестно, что там установили, вопрос только в одном, то есть, при покупке автомобиля, знать, что за трансмиссия, ряд детских болезней, более того, со временем, вот на протяжении десятилетия, ты понимаешь уже, какая трансмиссия жилец, какая нет, когда ты ездишь на ней, это раз, и так ты, когда поднимаешь тачку, видел практически любую коробку в разобранном состоянии, понимаешь, здесь ее снимали, здесь ее демонтировали, а зачем ее снимали, и уже одно и то же, не надо думать, что у вас, вот этот пинок, только у вас такой, не бывает, ну, такого не бывает, он всегда повторяется, детские болезни на трансмиссии повторяются, разного рода, поэтому нужно пошукать в интернете все же, всю информацию, даже если в лом смотреть видео, и для себя иметь в виду, то есть я покупаю там ДКУ-200, или ДКУ-250 ДСГ, и так далее, потому что в противном случае мы получаем, еще немаловажный нюанс, на 1.8 Турбо часто текут сальники, задние сальники коленвалов, задний сальник коленвал здесь, ну, это все, вопрос по охлаждению, то видео обосрали, по поводу того, что Снелл радиатор попал на коробку, это понятно, это обосрали наверняка те, кто доп. радиаторами занимается, по 30-ке их устанавливает, но коробка начинает греться, из-за того, что криво работает, мистика, она греется, из-за того, что криво работает, когда вот эта вещь чистая, свыше 95 градусов не бывает, это уже проходили, перепроходили, так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ради вас, пятый, вру, 2 часа ночи пока что, пока еще нет рассвета, вот уйдем на рассвете, разобрав трансмиссию, опять это будет К2, поедем с запчастями, будем собирать, итак, ребят, мы демонтировали коробку, как вы уже видели, сейчас будем ее разбирать, стыковка коробки двигателя, называется свадьба, в простонародье, сняли поддон, посмотрим, что у нас в поддоне, у нас в поддоне, я нашел бронзовые стружки, ее правда не особо много, хотя есть, вот она, вот она, вот она, как узнать, что у коробки пришел, Алис, вот когда вот такая вот бронзовая стружка присутствует, вот такого вот размера, большого, это означает, что, ребят, все не особо хорошо, ездили долго, и она очень острая, с бронзовых втулок сняло данную стружку, а также с планетарных механизмов, разберем, посмотрим, в принципе, фильтр, я вижу, здесь особо-то не забит, может быть, его просто меняли, когда-то, но бронзовая стружка присутствует, конечно, хотелось бы, чтобы ее не было, и весь поддон мы можем заметить, почему ИЛ образуется, это от блокировки гидротрансформатора, от непосредственно фрикциона, который внутри бублика находится, фрикцион внутри бублика, со временем стирается, и все продукты износа, у нас оказываются в гидроблоке, и на поддоне оседают, тем более на 0,9G, как утверждалось, что на этих трансмиссиях, в основном, гидротрансформатор умный, ну, то есть, у него умная блокировка, он сам знает, когда блокироваться, и, ну, то есть, нагрузка на сам бублик, повышенная на этих трансмиссиях, достаточно высокая, отсюда продукты износа фигачат, в основном, и лом бы был бы безопасным, если бы регулярно менялась жидкость, то бы все это говнище промывалось, все было хорошо, но так как ничего не делалось никогда, нормально, менялось все время частично, то с этим бороться, ну, как, невозможно, кстати говоря, ну, если была частичка, ну, может, 1100 назад, сами понимаете, сейчас уже определить, ну, куски есть, куски есть, присутствуют, давайте дальше разбирать, ее все же полностью разберем, и уже посмотрим, и автомобиль долго может ездить с имеющей стружкой, но, сами понимаете, когда отрицательные тенденции запущены, это как бомба замедленного действия, ни сегодня, либо сегодня, либо завтра, либо через месяц, либо через год, это все неминуемо, чтобы подавать давление к пакетам, и регулировать это давление, а также открывать определенные масляные каналы, чтобы определенные пакеты с фрикционами у нас схлопывались, существует гидроблок, он управляющий мозг, это сложное техническое устройство, и от него очень многое зависит, он немного может косячить, совсем чуть-чуть, и коробка потихоньку будет умирать, но в нашем случае, здесь это заводская недоработка пакета К2, для того, чтобы проверить на герметичность его, вот они есть, масляные каналы, многочисленные, за каждый пакет свой масляный канал отвечает, вообще здесь все разумно и правильно, и мы подключим сейчас сюда воздух, попытаемся прохлопать пакеты, если пакет не прохлопывается, то есть пропускает давление, то соответственно у нас К2 порванный, итак, проверяем герметичность пакета, если он схлопнется, он немного схлопывается, но видите, образуется масляный туман, это значит, что он не герметичен, я 13 атмосфер туда подаю, поэтому он имеет надрыв, но не разорван до конца, и не в двух местах наверняка, давайте разбираем дальше, когда все новое, когда все новое, к примеру, установим, у нас глухой звук, то есть он будет герметично держать, и это будет видно по продувочному пистолету, не будем это все дело мучить, масляным туманом, кстати, дышать не особо-то безопасно, все разберем, потом это будем мыть, убирать и так далее, сейчас на стадии разборки мы, ребят, итак, продолжим, пожалуй, вот мы добрались до пакета К2, это к тому, не меняйте жидкости, ребят, видите, какой налет в трансмиссии образуется, вообще от нее жидкость не как обычно, погрязнее она, учитывая то, что разбирал более старые машины, там 2007 года, и корпус внутри был чище гораздо, нежели здесь, здесь, наверное, за жидкостью не следили вообще, из того, что увидел, по стальным пакетам фрикционным, фрикционным все нормально, в принципе, здесь мы заострим с вами внимание на заднюю передачу, пакет реверса, смотрите, что сделала с ним температура, он начал отслаиваться, здесь эти фрикционы под замену, соответственно, далее, гидроблок чистка, гидростенд и прочие вещи, но мне нареканий не вызывал, когда перед тем, как ремонтировать что-либо, нужно машину тоже обкатывать, потому что, может быть, ее не имеет смысла брать в ремонт, может быть, там человек скажет, мне нужно быстрее и дешевле, и впоследствии, когда коробка уже будет разобрана, он скажет мне, я нашел, где дешевле и быстрее, я ее забираю, и так далее, нужно всегда договариваться на берегу, и, в принципе, тогда уже можно говорить о каком-то будущем трансмиссии, и не стоит чинить тому, кто не будет ценить, я имею в виду, не будет потом следить за трансмиссией, сколько ситуаций у коллег и прочее, когда коробку перебрали, все, в идеале, он опять, чувак, ее посадил в поле, посадил в кувет, ну, вы поняли, начал буксовать и так далее, не менял его жидкость, и все вокруг у него гандоны, такого быть не может, каждый человек должен сам нести ответственность за самого себя, прежде всего, здесь коробка изначально, как завода, не будет, кувалда, да, вы, кстати, замечаете, зачем нужна кувалда, она нужна, это талисман, как завода она не будет, она будет плавно работать, да, но заводского, как вот с нуля километров, новая коробочка, нет, на новых машинах я ездил, и на всех перебранных трансмиссиях тоже ездил, разница есть всегда, после любого ремонта, любых контор и так далее, так вот, сейчас разберем вот этот пакет, это и есть пакет К2, четвертая, пятая, шестая, он, в свою очередь, крутится себе в корпусе, мало того, что он крутится, только еще схлопывается пакет с фрикционами, то есть система, достаточно простая, в кавычках, естественно, конечно, обозревать автомобили с точки зрения, вот смотрите, какие здесь фары, какой здесь детейлинг, вы только посмотрите на шагрень, мы этого не будем, мы обычно с вами начинаем с фундаментальных вещей, что действительно приносит пользу, обозревать автомобили, не зная наполнения, еще они состоят, как делает большинство, ну, правда, они деньги хорошие, ребят, зарабатывают, мультимиллионеры, можно так сказать, ночью они с коробками не сидят, и так, в общем-то, по барабану, у меня никаких нареканий нет, немного здесь, наверняка, подгорелые фрикционы, существуют, мы сейчас пакет разберем, и доберемся, до злосчастного поршня К2, и так, мы, что сделали, сняли стопорное кольцо, вот он поршень, как мы видим, он без зубчиков, и мы что будем делать, его, одной рукой неудобно, сейчас будем выпрессовывать, еще, ребят, такое, то, что у каждой тачки есть своя судьба, как это не прискорбно, то есть, судьба отвалится пакету, пакет отвалится, не знаю, с чем это связано, ни с какой там, ни с мистикой, но, есть ряд событий, которые предвещают это все, естественно, просто будьте готовы, это можно приобретать, но нужно готовиться, и понимать то, что автомобили, это все же определенные капиталовложения, в особенности БО, автомобили, которым по 7 лет, 7 лет, так, давайте выпрессуем, сейчас я вас так поставлю, и выпрессу, и так, и так, все в режиме онлайна, опа, и мы видим, что нет куска, видите, что он начал отслаиваться, по этой бровке, то есть он изнашивается, именно на этой стороне, а все почему, не потому, что производитель на вас хочет заработать, да они гарантийный, гарантийный период отъезжали эти коробки, то есть 100 тысяч отъездила бы она, и 150, это потом уже на БО рынке, вот эти отвалы происходят, причем здесь производитель, и на эту коробку, в ваших автозапчастях, где вы покупаете колодки, не продаются запчасти, не продаются планетарные механизмы, не продаются барабаны, все это либо БУ, либо восстановленное, гидроблоки новые есть, на Экзисте, на Эмиксе, на Автодоке, но они там стоят больше сотни, больше 100 тысяч рублей, а так по фэншую, если брать этот ремонт в расчет, то это гидроблок, резка, бублика, далее, замена всех фрикционов, на гидростен гидроблок, все это езда, комплектующие и прочее, что в итоге получается, 135-150К, плюс еще в эту тему входит установка до похлаждения, но у нас такого бюджета нет, поэтому у нас мы будем отслеживать, переберем, как мы посчитаем нужным, нужным, и будем отслеживать, ну да, отслеживается он начал, все потому, что он крутится, крутится, здесь стопор стоит, и ничего не мешает ему, так сказать, застопориться в самом барабане, и он прокручивается, из-за того, что он прокручивается, износ этой поверхности, не просто схлопывается, схлопает пакет с фрикционом, он еще умудряется прокручиваться, и схлопнуться, отсюда дополнительный износ, все это, конечно, косяк со стороны завода-изготовителя, и мы переходим, какой подарочек я приготовил для данной машинки, естественно, сейчас уже третий час ночи, как всегда, третий час, Валя, на, моя родная, это тебе в подарок, поршни и ретейнеры новые, плюс еще ремкомплект, вот он поршень, который имеет зубчики, чтобы он не проворачивался, уже с железа, и у предыдущего владельца поездит, вот пока что весь обзор, будем это все мыть, чтобы на белом столе все это разложить, все хорошо, надо всегда трансмиссию перебирать в спокойной обстановке, кто хочет дешевле и быстрее, тот сделает в другом месте, я уверен, что у людей все получится, и он обратится к другому чуваку, все будет вообще зашибись, мы просто, только для своих, чужие не поймут, как говорится, ну да, подписчик, конечно, не посмотрел на эти автомобили с точки зрения трансмиссии, была у него инсигния, в итоге приобрел, ну что ж, бывает, ну это как всегда, это происходит обычно после покупки, в течение двух-трех дней, там двух недель, либо одного месяца, моем это все, эту всю красоту, вынули поршень задней передачи, реверса, наша задача это все помыть, чтобы все было красиво, коробка это, как произведение искусства, просто она бывает, то едет, то не едет, пинается и так далее, за этим всем нужно следить, на первых моделях, четырехступка стояла, Skoda Octavia Tour, 1.4, 1.6, помните, кстати, у этой, 100 тысяч километров пробега за 14 лет, дедушка ездит, нормальная машина, потом, вак, пришел в это состояние, сейчас он пришел в другое состояние, но, 0.9G он пока что оставил, они еще пока покупают у Айсена вещи, до чистоты, помыли корпус, это необходимо сделать, чтобы ни пылинки, ни соринки, вынули отсюда поршень, задней передачи, вот он как выглядит, в каждом ремкомплекте, вообще для трансмиссии, есть ремкомплект, в котором есть все необходимые резиночки, которые вставляются в эти пазики, далее поршень вставляется сюда, уже схлопывает пакет фрикционного, включается задняя передача, так что, ребят, будем потихонечку собирать, доберемся до пакета К2, и уже К2 там посмотрим, как мы его доработаем и так далее, по поводу всего остального, хочется отметить, можно было в принципе, что сделать, не мыть ни хрена, поставить стоковый поршень, купить его, не знаю, бэушный где-нибудь намутить, он там 100 рублей-500 рублей стоит, поршень на К2, и ничего такого не делать, не разбирать, пересобрать с поршнем, и отдать машину, и якобы было бы это нормально, так вот, мы же не знаем, что в реале делалась трансмиссия, потому что видеоотчета нет, значит нет, так сказать, доказательств, что как и делать, поэтому будьте внимательны, существуют ремкомплекты, полностью на трансмиссию, они достаточно дорогие, поэтому, необходимо всегда учитывать, что этот ремкомплект нужно полностью использовать для коробки, и тефлоновые колечки, и резиновые колечки, но будем собирать его потихонечку, экологически все чисто, паучок забрался, оператор пауков боится, я ему подарю на день рождения, так, итак, у нас продолжается второй день нашей телестройки, можно так сказать, пойдемте посмотрим, что, оператор испугался, вы видели бы, как он бегал от паука, пускай живет, это же спайдермен, кстати, надо его как-нибудь прозвать там, будет он конусом и прочее, вот сейчас он муху эту поймает, ну-ка увеличу, какой, да, красивый, пойдем, арахнофобия у оператора, вот у нас по причине порумного поршня, все это действие происходит, основным этапом главная частота и прочее, если вы надеетесь, что вам поменяют все, вам не поменяют ничего, опять же, как мне постоянно люди сейчас стали назвать, по поводу того, что мне нужно быстрее и дешевле, не, они прицениться, я нашел быстрее и дешевле, а зачем ты написал, зачем вообще, один мне позвонил, мне говорит, спустя два года вибрации появились, по кузову, ну, это, наверное, шрузы нужно поменять, два года, ты что, за два года за коробкой не следишь, что ли, ау, ау, так вот, это все лирика и шутки, касаемо моей ламповой аудитории нормальной, без патологии головного мозга, могу объяснить, то есть существует, как ремкомплектуют резиночек, на все пакеты, на все поршни и так далее, также существует, а, у меня был такой случай, коробка была ребилд, официалы, которые поставили, и там неверно кое-что было собрано, зря сейчас видео не могу найти, двухлетней давности, когда я многоупрошечку снимал, то есть ошибки при сборке бывают, у всех абсолютно, главное их оперативно устранять, в этот барабан грузится, изначально, поршень стоковый, который у нас порванный, который мы все знаем, и будем ставить вот такой вот, с зубчиками, который не будет проворачиваться, и будет работать четвертая, пятая, шестая, опять же, это не только третья, четвертая, это на пятую пробуксовка, на шестой пробуксовка, и аварийный режим, ну, человек ездил недолго, в принципе, она и в аварию не вставала у него, и она не в сгоревшем состоянии, хотя налет внутри здесь был адский, из-за того, что вы, ребят, жидкости не любите менять, хотя все чаще и чаще мне пишут о том, то, что меняют жидкость регулярно, даже частично, там, проездили, слили, поменяли фильтр, повторили операцию, то есть, чтобы замена жидкости стала мейнстримом, но это все не помогло, в данных, в некоторых коробках, меняйте жидкости, меняйте, все равно, упор в капитальный ремонт, увы, очень важно понимать, что будут менять, да, есть ремкомплекты на все поршни, резинотехнические изделия, тефлоновые колечки, могут один тефлон забыть, поменять, что-то, какие-то недочеты, недоработки будут, сегодня жаркий день, перед похолоданием, а адская температура внутри, так вот, как бы это сделали, профит идеальный, ну, я в этом уверен, что предпродажи 99% в 100% так сделает, но это очень плохо, все-таки есть процент нормальных, честных людей, адекватных, в них веришь, то есть, как вот владелец Супербы, он непосредственно сказал предыдущему владельцу, будущему владельцу своего предыдущего автомобиля Opel Insignia, что, ну, разложил по полочкам, немного пинается, то есть, он не спрашивал даже про поведение коробки, когда Insignia у него покупал, он все равно сказал о том, что немного подпинывается, и немного есть недочеты, то есть, впоследствии нужно поменять гидроблок, мало кто скажет, да, и люди, из крайности в крайность у нас, там, несколько лет ездят, говорит, у меня, говорит, вибрация появилась, ну, мы переборку делали лет пять назад, ну, надо как-то следить за трансмиссией, там, шрузы внутренние попробовать поменять и так далее, никогда не стоит распыляться, я понял, на этих людей нужно их оставлять с капитальным ремонтом, который будет более 150 тысяч рублей, зачем им продавать услугу, когда человек не ценит это впоследствии, он не будет за трансмиссией следить, это лучше оказать содействие и помочь человеку, который будет впоследствии следить за коробкой, ездить аккуратно, на этот супер бисерон 180-200, ездить никто не собирается, будут ездить аккуратно, с алькантарой и с музычкой, это самое основное, эти поршни, они оригинал, зубчиками, есть китайские аналоги, никто никому не мешает поставить Китай, вот это на свалке можно найти, поставить, ничего здесь не мыть, пересобрать и все поедет, поэтому будьте, ребята, внимательно, то есть, позыв на обед коробочный, помните, как на флоте, кто на флоте служил, в особенности, три года респект, так вот, будем собирать и уже смотреть далее, по поводу вибраций шрузов, из-за шрузов, здесь практически у всех 0.9G есть люфт, и из-за того, что в интернете, офигеть, сколько много информации, просто тысячи и тысячи, но никто же не ценит, ни мой контент, ни то, что я пытаюсь снимать, в принципе, всем плевать, так вот, но все равно, для ценящих людей, ребят, у него люфт здесь располагается, куда вставляются внутренние шрузы, он нормальный, в подавляющее большинство случаев, у меня есть подписчики, которые наездили на 0.9G, на дифе, более 300 тысяч километров, он проездил, и ничего с ним не произошло, это надо его разбить ужасом, первое, износ, здесь начинается шлицов внутренних, когда вставляется внутренняя граната, поэтому применять нужно, либо хорошие бу, оригинальные палки, с гранатами, хороший аналог, там, Лебро, либо SKF, и то не факт, что все это не будет вибрировать, потому что подделок очень много, Лебро, SKF, либо оригинал, лучше, конечно, оригинал, один из моих подписчиков урвал два шруза за 2000 рублей оригинальных, не знаю, как он уболтал, но он умеет, да, на белой Шкоде 0.9G с номерами 400, в 2018 году мы коробку делали, он говорит, вибрация началась, я сразу два шруза взял, с эксплуатацией, он шрузы может за 2000 рублей, есть люди беспроблемные, есть люди просто нагнетают, у него отвалится завтра гидроблок, он там шрузы ищет, так вот, суть вибрации по большей части из-за внутренних гранат, вынуть их бывает очень проблематично, ввиду того, что здесь стопор не дает этого сделать нормально, нужно кувалдометры применять, обратный молоток, было несколько раз, когда мы обратным молотком шрузы наваривали, то есть внутренний шруз, потом выкидывается, наваривали на внутренний шруз шток обратного молотка и уже он выбивался отсюда, поэтому, прежде чем его выбивать, его проливают в дешке по максимуму, там, забивают смазкой, пытаются вот эту позицию смазать, а потом уже начинают выбивать, это болезнь, вибрация и они не вылазят, когда вот вибрация началась, как их демонтировать, потом все говорят, то, что невозможно их снять, в принципе, мне один ролик в ютубе понравилось, там чувак говорит, будем менять внутренний шруз, потом такой, не поменяем, только трипоид, потому что сам корпус не выходит, но будьте внимательны, это болезнь дифа, но не болезнь его биения, биение, это в редких, очень редких случаях начинается и так далее, далее, еще один случай, практика великая вещь, даже не теория, даже не теоретики, которые на доске вам что-то чертят, об автоматах вещают, они на них не ездили, их не разбирали и вряд ли что-либо знают о них в принципе, кроме вот эти сраные теоретики взрывают мозги некоторым моим подписчикам, так вот, начался шум, сколько раз было из-за того, что шумели ступичные, в особенности, когда два ступичных подшипника шумят сразу, бывает так, бывает левый, бывает правый, такой гул появляется, один из нерадивых чуваков такой говорит, да это гадив начал в 0.9G шуметь, я пишу, это у вас ступичные подшипники, чувак мне пишет, но мне же сказали, что это диф, я говорю, окей, тогда 40 рублей, но звук останется, я говорю, 40К будет стоить работа, но звук все равно останется, почему так звук останется, я говорю, потому что это подшипники, надо было все-таки поменять, не, надо было поменять подшипники, китайские взять, две штуки, и сказать то, что поменяли диф, так надо было сделать, чтобы вот это доказать, в итоге он, вне зависимости от мнения 35 механов, ну, мое мнение не котируется же, я сказал, я сказал, что это ступичный, все сказали, что это диф, 0,9G, ну, им виднее, они же коробки перебирают правильно, мы с вами 0,9G вообще там не разбираемся и не знаем, что, в итоге он меняет ступичный и звук пропадает, мистика, поэтому, ребят, диагностика 99% успеха, все эти позиции нужно прорабатывать, и в процессе эксплуатации, то есть после капитального ремонта, это в зависимости, как человек будет следить за трансмиссией, ну, обычно нормальные люди там начинают регулярно менять масло и не ездить в рывоческом режиме, потому что, то, что, к примеру, мне мы 2 года назад делали, я его предупреждал о том, то, что есть износ гидроблока и гидроблок нужно поменять будет впоследствии, который от 35 тысяч рублей стоит, потом, позиция номер 2, маслоохладители мы почистили, но до похлаждения, ну, по-крутому все сделать никто не отменял, поэтому и отсюда и вырастает разовое в некоторых конторах, которые нормально занимаются в Москве, нормальной переборкой, нормально все делают, идеально, 135-140к, потому что они комплексно сразу подходят, может быть, это правильно, в связи с большим потоком клиентов, это логично, но, а здесь, в этой ситуации, мне нужно подешевле, поэтому мы занимаемся восстановлением железа, а на вкусненькое уже потом оставляем гидроблок и до похлаждения, но не факт, что те конторы, взяв 140к, опять же, поменяют все в железе, так что все, ребят, собираем, и соберем сейчас К2, и будем продолжать дальше, и так, то есть, чтобы из крайности крайность не получилось, не получилось там, довести капиталочку до 140к, нужно делать поэтапно железо, допилить гидроблок, я имею ввиду, отвезти его на гидростенд, тем более, здесь нормально работает, и уже потом, в течение двух лет, можно накопить и на гидроблок, и на допохлад, ну, вы понимаете, то есть, вначале, фундаментально, вот этот косяк, который присутствует на всех 0DVG, сейчас мы, фееричный момент, мы его, видите, он уже не будет прокручиваться, он как-то, опа, и все, далее будем все это собирать, и прочее, и эти зубчики не дают ему движения, поэтому капиталка, капиталке рознь, проще откапиталить вначале железо, потом поэтапно, человеку проще по сумме добрать уже в течение двух лет, там, двух-трех лет, и гидроблок, и прочее, а если он ему срать, и он ни за чем не следит, то проще таких, в принципе, в работу не брать, то есть, не оказывать услугу человеку, который ничего не хочет, и не хочет модифицирования, и в вождении, каких-то корректив, и так далее, и жидкость он не будет менять, проще тогда есть доширак, и сидеть дома, чем взять в ремонт ту трансмиссию, которую он работает там за месяц, что бывает, с одной стороны, из двух зол, с одной стороны, потребительский терроризм, с другой стороны, чуваки, которые тупо вместо этого поршня что-нибудь сделают другое, и не примут во внимание полностью ремокомплект, который стоит, а возьмут, то есть на запчасти потратят 500 рублей, они даже масло отработанное зальют, вот и все, так что, но мы будем делать все это по фэншую, кстати, у нее конъюнктиве до сих пор не проходит, у девочки, пакет К2 идентифицирован корпусом чистеньким, давайте его проверим, подуем туда, продуем, посмотрим, поэтому не каждую коробку можно чинить, и за каждую трансмиссию можно, далеко не за каждую, взяться за, браться за все, что угодно, можно, когда тебе там 21 год и прочее, ну, еще, когда еще не хватает, так сказать, а, ну ты, у тебя просто замылен взгляд, думаешь, что все у тебя получится, есть ряд трансмиссий, которые слишком сильно уваленные, которые, ну, нерентабельно вообще делать, чинить, найдется еще тысячи, тысячи людей, которые за это возьмутся, надеюсь, плавно и хорошо, потому что трансмиссию, ну-ка, увеличь, вот как он работает, то есть, давление в гидроблоке, там перемещается плунжер, подает в этот масляный канал давление, и у нас получается магия с включением и четвертой, и пятой, и шестой. В коробках два пакета фрикциона отвечает за одну передачу, то есть, пакеты поочередно схлопнутые, отвечают по предаточному числу за одну передачу, то есть, неверно, когда там шесть пакетов, шесть передач, нет, здесь всего пять пакетов фрикционов, B1, B2, K1, K2, K3, вот так вот, всего лишь пять, то есть, шесть передач. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, все-таки это все мотивирует к дальнейшим действиям, к дальнейшим раскопкам, в принципе, а то рентабельно это снимать все, нерентабельно, это надо учитывать то, что исходя из вашей реакции положительно, отрицательно, неважно. Вашему вниманию пакет K1, здесь меняются резиночки, поршень здесь металлический, далее, что еще делается, помимо этого, меняется вот такая вещь, называется ретейнер, новенький, красивый, и так каждый пакет, если проебать какой-либо из пакетов, ну, в принципе, не поменять вот эти вот резинотехнические изделия, то ничего хорошего не будет. Какой он красивый, когда отмытый, красота. Ждешь, ждешь свою трансмиссию, ну, жди, все будет хорошо. Только пакеты фрикционов на столе. смотрите, смотрите, ребят, какая ситуация, это ретейнер новый, там резиночки новые, пакет помыт, ну, то есть, барабанчик чистый, можно заправлять фрикционы. Так вот, в нем-то все хорошо, его можно, в принципе, оставить. Так вот, я к вам к тому говорю, доказательств же нет, как вам делают, оставляют здесь старые резинки, либо нет. кувалда наше все. Так, ребят, погрузили пакет К1, итого, мы собрали трансмиссию, начали у нас К2 с поршневыми зубчиками, потом у нас Б1, я уже забыл, Б1 это или Б2, это Б1, который за заднюю отвечает реверс. Далее К1, собрали уже три пакета. Осталось К3, вот он, как выглядит, перебрать его и вот тоже можно, в принципе, было бы оставить, но нафига как у гармошка, мы его переберем. К3 и Б2, все это проработаем. И так вот трансмиссия строится из разных пакетов. Итак, из чего состоит пакет К3, получается? Мы будем, во-первых, менять вот эти вот резиночки, видите, котли, резиночки, поршень, кстати, в этом пакете тоже без зубчиков, он многоразовый, здесь просто резина и тоже может прокручиваться, поэтому не менять, чтобы менять что-нибудь одно и не менять остальное, да, кувалда нас ждет. Далее, вот этот называется ретейнер, он тоже без износа, его, в принципе, можно было оставить, но так рассуждают этот самый, и что самое главное, людям говори, в течение двух лет сделайте ревизию гидроблока, либо накопите на гидроблок, а также следите за температурой всем по, ну вы поняли, поэтому лучше адеквата брать в ремонт, который будет впоследствии правильно ее эксплуатировать, и не уган. Так, здесь это все тоже мыть, пакеты фрикционов в этой позиции, они нормальные, все штатные фрикционы лучше, чем покупные, это вам могу стопудовую гарантию сказать, они просто лапочки, только фрикционы на столе, и остался у нас пакет B1, из этого всего. Итак, всего пять пакетов, получается, задняя передача у нас B2, K2, которые все это дело внутри, ну вы поняли, то есть там внутри K2, это B2, так, получается здесь K3, и внутри K1, а здесь B2. Итак, что делаем? Собираем дальше, поменяем сейчас уплотнение здесь, это тоже такой вот поршень, который вот сюда давит, и уже с помощью вот такой вот приблуды с пружинками схлопают вот этот пакет на масляном насосе. Осталось проверить пакеты фрикционов, их нужно прохлопать, это одна из составляющих, кстати, диагностики, но на основе данной диагностики можно понять, какой из пакетов не герметичен, либо порван поршень, либо тефлон, ну и так далее. Вообще, при сборке всякое бывает, ребят. Так, пакет номер один. Вот видно, как он прохлопывается, пакет два. Еще раз один. Два. Так, третий. Четвертый. Это за... Заня, свистит. К-2. Его слышно, он хлопает, все бодренько. Так вот, это не совсем, в принципе, объективно считается, ввиду того, что всегда следует учитывать то, что они могут прохлопываться, все в железе может быть нормально, но с гидроблоком беда. Именно гидроблок по своим масляным каналам сюда распределяет давление. При монтаже, демонтаже всегда возникают определенные трудности, много всего можно поломать, снести, вырвать, забить потом молотком, холодной сваркой склеить и так далее. Поэтому будьте аккуратны. все это нужно делать предельно аккуратно. Итак, нужно все это дело установить. Запомните, бойтесь коробок, которые подозрительно чистенькие, от пескоструенные. Внутри могут таиться посторонние вещи, бушные запчасти и так далее. Желательно, конечно, контракт либо БУ всегда вскрывать при установке. Но мы это всегда делаем. Ну так, кто вам позволит? В принципе, я не привержен с контрактов небушных, потому что не знаю, где лежали, как лежали, ну и так далее. Никогда никто не скажет, что он обосрался. Ну, например, по коробкам, либо по автоподбору, либо сам говномобиль подобрал. То есть, никто никогда не признается. А вот признание своих ошибок в этом и есть истина. в начале, когда мне было лет 20, я так думал, то что, блин, надо ничего не признавать. Но существует позиция кармы. Давайте посмотрим. Мы залили сюда жидкость уже, собрали все. Прямо так все красиво. дасобираем, когда проверим, чтобы ничего не текло. В этом тоже надо быть осторожным. Сборка тоже офигительная. И у нас отвалился газовый упор. Она стояла три дня с открытым капотом. Потом я пошел дособирать и пришибло меня капотом. Спасибо тебе, мой дорогой, спасибо, братишка, что ты мне эта тачку с таким газовым упором дал. Мне чуть не разрубило спину ее. Еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть не считается. Ну, что, поехали? Ну, что, братан, поехали. Опа! Так, пришлось одежду постирать, чтобы не испачкаться. Так, вначале смотрим. Есть ли задняя у нас? Ой, у нас задняя есть. Опа! Далее смотрим, есть ли драйв. Так, S у нас есть. Окей, посмотрим. Это манипуляция необходима, чтобы прогнать по пакетам. Так, есть ли перед? Есть. Ну, что, поехали потихонечку. Сам до этого не ездил. Только вместе с вами первый раз. Так, что, вторая. Третья. Идеально пока. Четвертая. Идеально пока. Чуть-чуть перегазовка идет. Надо чуть-чуть отпустить. Пятая, вот. На подъемнике нужно быть предельно. Вот шестая. Вообще она бомбически переключается. Я не знаю, может быть, на Суперби такая прошивка, но до 2000 она строчила очень и очень быстро. Может быть, потому что круглая земля. Да шучу, ребят. То есть, до 2000 редко какая тачка переключается. На подъемнике я имею в виду. Когда после переборки. А здесь она просто как пусечка. пятоя. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Шестая. Ну, сейчас пару раз прогоним ее, а уже потом на дороге, ребят. Нормуз. Шикарно. Как в Саус Парке, помните? Норм. Ударов нет никаких. На подъемнике важно ее прогнать, но перед тем, как выезжать, сами понимаете, можно выехать и там остаться. У городе на шнурке ее потом сюда притаскивать. Нужно катануть, крутиться на подъемнике, как и прочее. Изначально трансмиссия там прикатывается, она становится плавнее через тысячу, когда протирается тефлон, бронза и так далее. Поэтому она будет еще плавнее после первой смены жидкости, когда тут плюс тысяча, будет 143, 407 S2. Ну, если человек, конечно, приедет менять, а то некоторые люди вообще не приезжают менять потом жидкость, экономят. Помните, экономят, должна быть экономна, то есть надо потратиться. И, исходя из этого ремонта, гидроблок здесь поживет еще. Можно, конечно, порекомендовать было еще 45к в него вложить и было бы чики-пики, но нет. Так что мы с вами проедемся по дороге и уже посмотрим, как там что. Никто вам не снимет, как кто обсирался, но обсеры я тоже снимал в свое время. Свои обсеры, причем. очень интересные случаи, ситуации были. Может быть, устану это все делать и как-нибудь все буду выкладывать потихоньку. Там определенные истории были, которые ну просто бомбически бы зашли. Ну, зачем грязь из избы выносить, сами понимаете. Не такой человек. Ладно, поедем, проедемся по дороге и уже посмотрим. Дособираем ее вначале. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте, потому что, ну, видите, она, колеса крутятся, уже хорошо, можно и поставить. Спасибо. Так, мы замотались, забыли аж камеру, но здесь стоковый свет. Вообще, предыдущий владелец вкатал 400 тысяч рублей, да, получается, по всем чекам? Около 400 тысяч. И вот странно, да, он в нее фигачил 400, а за коробку никто не вложился. Итак, поехали, что у нас получилось. мы уже давно ее катаем. Ну, так как коробка обкатывать нельзя, ребят, ну, мы ее обкатаем, нам можем. Так, шестая. Все шикарно, шикарно и плавно. Тебе вообще нравится, что получилось? Или так пойдет, да? Ну, я доволен. Довольно. поездим на... Как ДСГ, короче. Как ДСГ, да. Как ДСГ, да. Как ДСГ, да. Нормально. отлично. Мы обкатывать ее где-то тысячу будем, потом поменяем жидкость, потом все остальное. Остальное сейчас в цеху отпишем, а так за 142 тысячи. В принципе, мы сейчас что думаем насчет того, что знал владелец предыдущий или не знал? Пока двояко. Можно сказать, что он знал, можно сказать, что не знал, но сами посудите, он в тачку вложил 400к, катки, шины, одни катки, шины сколько? 160, да? Тысяч? Оптика, потолок, шумоизоляция, здесь приятно антихром, то есть, в принципе, у моего подписчика Insignia была не стоковая, не любит стоковые автомобили, поэтому решил приобрести данную Super Bowl, потому что она уже допиленная полностью и был уверен, что учитывая, что он вложил 400 в коробку, он тоже вкладывался, но нифига, даже человек, у которого есть деньги, который вкладывался в тачку и то не в курсе, что такой косяк с коробками может происходить, потому что пока двояко, знал он об этом и нет, включимся в цеху, ребят, пока все чики-поки, шикарно, как Картман из Саус-Парка говорил. Ну, здесь можно, нам можно. Становится. Так, первая, еще сейчас прогоним, вторая, Вах, хорошо. И в городе в обязательном порядке мы обкатываем, потому что сами ребята, понимаете, нужно в разных ситуациях обкатать трансмиссию. Мы наездили уже 97 километров на ней, полет нормальный, сейчас поедем в цех, устанавливать защиту. Время, правда, как всегда, 3 часа ночи. так уж вышло. Кармически, что следует обкатывать ночью так спокойнее. И нервическом режиме можно по городу объездить. Так вот, суперба, у которой конъюнктивит. Но это еще полбеды. Здесь на детейлинг 400к вложили. 400 тысяч рублей на детейлинг. То есть, по сути, вы понимаете, за тачкой следили и должны были что делать? Масло в коробке хоть немного менять, хоть раз, да? Потому что не будет после капитального ремонта коробка ездить так, как с завода. Невозможно. Ну да, она у нас плавная, она у нас быстро переключается. Но она не будет по-заводскому ездить столько же, сколько с завода. Хотя, фиг его знает, может быть, здесь К2 и переплюнет отметку 140 тысяч километров. Поэтому имейте в виду, при покупке БУ автомобиля 1.8 турбо. Еще раз, Skoda Octavia A5, Passat B6100, сейчас 5-е час утра. Вы там, что там, сейчас вы пьете чай, сидите за компьютером и кто-то смотрит по смартфону. Приятного вам аппетита. Вы, кстати, ставьте лайки, она поехала, все нормально. Ну, может быть, мы впоследствии вместе с заменой жидкости поменяем передний правый сальник приводного вала, потому что он уже мне не нравится. И всегда что-либо не нравится. Уже начинаешь докапываться, докапываться до камней, до дороги. Еще надо как-то дойти домой сегодня. Так вот, из всей этой ситуации, что нужно для себя отметить. Когда в детейлинг вложились 400 тысяч, не значит, что чувак следил за всем. Да, он масло менял в двигателе каждые 6 тысяч километров. Вопрос, а что же такое негрол внутри? Там просто негрол, там жесть, а не жидкость. И налет в коробке, как будто туда, ну, вряд ли, даже частичная замена там была, потому что если бы поддон почистили в прошлом году, в 2020, то это было бы видно по частоте поддона. Но такого нет. То есть, здесь, мягко говоря, может быть, это правда, может быть, неправда, может быть, так меняют частично, без снятия поддона. То есть, слили, залили. Тоже может быть. Знал ли человек, продавая данный автомобиль? Третий, четвертый, там был пинок. Уже по нарастающей. Небольшой пробуксом начинается. То есть, 100, 150, 200 оборотов, потом уже букс больше, а потом она перестает ехать в принципе. Но так как вовремя обратились, значит, ее не подожгли. То есть, масло не горело. Оно старое, но не горело. Только фрикционный на столе и прочее. Можно перепеть любую песню подкоробочную. Важно учитывать А-5, Б-6, что у нас еще? Супербо, 1,8 турбо, связка двигателей 0,9G. Никто вам там не заморачивался, не усиливал ничего. Это поршень пакета К-2. Стоит учитывать. Когда вам продают, улыбаясь, может быть, чувак этот реально занулил адаптацию. А когда ее сбрасывают, какое-то время она может даже без пробуксов ездить. Поэтому вы мне писали, помню, под комментами, нужно ли в пол обкатывать коробку при покупке. Обязательном порядке. Хоть и раз, но нужно прожать ее до кикдауна. Да, Викарма наклеечки уронил. И мы дарим наклеечки тысячному покупателю. Соответственно, по этим наклейкам можно отследить, до скольки нагревалась коробка. То есть, вот эти две позиции, они куда не шло. Здесь очень жарко. Потом, ну, случай дорогой, пора в ремонт. Это третья стадия, четвертая стадия и так далее. Вопрос этих трансмиссий еще в нагреве. А знаете, почему нагрев прежде всего? Из-за неверной работы трансмиссии. То есть, небольшой пробукс, неверная работа, дает дополнительный напряг в охлаждение. Плюс к этому никто не меняет жидкости, на это забивает, забивается маслоохладитель, рециркуляции, жидкости. Из-за этого нарушается, потому что продукты износа и все. Пятый час утра, мне вот объяснять это в сотый раз не хочется, вот если честно. Потому что подозрение на санель, да, работает идеально все. Взять деньги и забыть об этом. Либо что сделать, как я вам говорил? Вот отвалилась на данном автомобиле провод, к примеру, да? Чувак обратился, вспоели провод, сказали, мы поменяли гидроблок. Минус 50. Так это и всегда делается. То есть нет видеоотчета, что конкретно ставили, какие поршни меняли, какой ремкомплект применяли, какой тефлон применяли. Нет видео по этой теме, в принципе, у человека, что делали. Он получил ключи, и здесь можно было поменять один поршень, купив его за 100 рублей бушный, у любого коробочника, пересобрать даже не мыть корпус, не мыть ничего внутри, залить свежее масло, она так же ездила. Парадокс, конечно. А на долгосрочную перспективу это понятно. По поводу вынать я шрузок. Все спрашивают из 0DVG невозможно вынуть шрузы. Это очень частая проблема. Кто-то обратным молотком пользуется, его нужно отмачивать и обстукивать. Это офигеть, как сложно бывает. Чтобы тут сальник бывает приводного валах, люди хотят поменять поэтому сейчас мы наклеим наклеечку. Ребят, при покупке данных автомобилей еще двоякая ситуация. Например, уже перебранную трансмиссию такую купить. Кем она перебиралась, когда и как неизвестно. И как ездил человек тоже неизвестно. Поэтому лучше купить коробку девственницу. А уже потом чинить получается с торгом. Ввиду того, что даже он светило, которое установил Алькантару и заморочился данным детейлингом по тачке. Все круто и хорошо. Эта шумка просто божественная на самом деле. Даже на некоторых волевых такой шумки нет. Все дорого богато, но даже он мог обратиться за коробочным ремонтом. С него сняли 150к и ничего не сделали. То есть очень просто. очень и очень просто. Поэтому сейчас наклеечку наклеим. Главное не наклеить криво. Ну-ка давай покажем. Только рюмка водки на столе. Вот как мы наклеим. Этого достаточно. Будет у нас еще вторая в запасе будет. Я еще думаю хорошо клеится кстати говоря по протертому. И уже исходя из этого будем следить за подписчиком. А перегревал ли он ее? На самом деле вот до радиатора в каких моментах он помогает. То есть вот это вот система ниппель. если изначально на тачке он установлен изначально с завода с нуля к примеру не вот это китайщина а кит который желательно установить от американского Passat B6 двухлитрового трубового есть эта тема и можно там даже через общие автодоки эмиксы и так далее подобрать штатный кит что все красиво смотрелось и изначально с завода использовать вот эту тематику то это даст положительные плоды но К2 все равно отвалится и вот вопрос а если смысловая нагрузка если у нас все равно проблемы будут с пакетом К2 который вот все равно будет он проворачиваться он рвется из-за того что проворачивается когда он проворачивается и происходит дополнительный нагрев задней части трансмиссии то есть здесь проблема существует и эту проблему не решить с помощью доп. охлаждения к сожалению единственное то что изначально если бы завода стояло дополнительное охлаждение можно было сохранить некоторые позиции например такие как гидроблок и так далее почему мы по лайту монтировка здесь лежит средства самообороны номер один наш коробочников почему изначально такая ситуация происходит помимо общего то есть можно ремонт извините можно ремонт до 150 до 150 тысяч рублей добить свободно на эту трансмиссию то есть допом поменять гидроблок его приобрести на ремонт там будет переделан подсонок с некоторой плунжера он несомненно будет лучше работать да но здесь я не вижу нареканий в этом я не вижу смысла то есть менять за 45 тысяч рублей гидроблок рабочем состоянии на такой же это смысла нет никакого далее резко гидротрансформатора она обязательно или нет если много стружки если масло горелое туда безусловно но тоже это лучше оставить стоковым поэтому 150 и меньше 100 коробка правильно собранная и собранная с любовью меньше 100 будет лучше переключаться чем 150 так на отъебись сделаны то есть здесь два экоситуации каждый сам для себя решает как и что применяется касаемо вот ремкомплекта который у нас существует в принципе они используются ли полностью их нужно использовать полностью все уплотнения менять и так далее ввиду того что не использование какой-либо позиции дает о себе знать ну то есть впоследствии если не все ретейнеры не все поршни менять не ревизию не всех барабанов делать то есть такая вот позиция существует поэтому сколько раз мы рассматривали пакет К2 одно и то же только купил началось только купил началось это подавляющее большинство случаев то есть не бывает такого там отъездил 10 лет и началось и прочее поэтому ребят ставим лайки машину обкатали то есть и по поводу мне было приятно я собирался уходить вы писали ну не надо уходить надо пить ролики дальше ну что же делать куда деваться всем удачной дороги всем пока